всем привет дорогие друзья вы находитесь на канале онлайн на оранжере и с вами я и ведущий так вот давайте я вам покажу сейчас что произошло на стеллажах наверняка да в telegram канале на который обязательно подписывайтесь вы видели что у меня были много много пересадок и теперь я покажу что сейчас и как да для кого интересно что сейчас цветет как выглядит вот быстренько вам покажу ну что не такое вот интересное так ну что начнем смотрите давайте-ка я в общем покажу сейчас как все выглядит вот таким вот образом вот так значится наверху теперь наверху даже мои любимые орхидеи но теперь они стоят все в закрытых системах сзади что часто были подсыхания но вот сейчас вы видите что здесь у всех на дне водичка всем комфортно все цветут естественно да кого кого нибудь сейчас покажем в цветущем виде так а ну-ка смотрите такая много кто сейчас на бутонах вот сми расцвела такая вот белая белоснежная орхидея красотчика там дендробиум нобеля кстати говоря тоже закрытой системе так вот это вот орхидеи тоже там закрытой системе сидит думаю мукало но это не мукало вот тоже посмотреть еще одна красавица вот сейчас будет расцветать уже скоро так вот красотка рыжая персиковая такая парфюмерка цела здесь вот такая вот мультифлора не ароматная такая восковая вообще красотка там беглиб розовый он посмотреть под самой лампой он цветает уже вот здесь вот это вот орхидеи вы видели как она распускается ускоренной съемки красавица там на заднем фоне у нас джулия по огромному стакане это огромный огромный ансидиум вот огромный просто монстр ансидиум ну вот как то так тут кстати говоря вот еще дайте кае сниму сейчас он быстрее тоже покажу такая вот красотка беглиб он такой мало желтовато зеленый вот такой вот красавчик тоже отцветает уже температуры вот у нас как бы все видят поэтому все очень быстро отцветает но и быстро зацветает так ну вот этот красот который нас с вами встречала тоже спасеночка такая сумасшедший краб губа вот такая интересная и рядом с ней вот такая вот собратка уже давно цветет уже отцветать даже начала ведь у нее тоже я не вот прям вот так вот красиво смотрится вместе там дэнрубиум нобеля цветет на два каких-то жалких цветочек здесь наконец-то мой инжирчик смотрите выдает нам новый рост он там корни он выдал наконец-то вот это редчайший орхидея тут талумнии талумнии на продаже все вот уже цветут цветоносами поэтому смотрите телеграм-канале я щас при на продаже микки пилорик личи цветет здесь у нас бронз-мейден серебристые листики мистери тейбл чудесная орхидея вот сейчас она уже отцветает вот много-много цветоносов не было сога реликс ароматит просто очень сильно очень здесь у нас с головы даже вылетела прям не могу вспомнить сейчас минимарк зацветает вон его многострадальная детка сзади у нас парфюмерная фабрика пилорик а пилорик бабочка вот такая вот замечательная цветет но тоже закрыть системе такая красотка прям таки да ну прям красотка тут вайлет queen на два цветоноса вот там один вот он один что сбраска на бутончики не нравится есть тут но видимо перед переставил потому что поэтому начала сбрасывать бутоны так более низкий ярус наш здесь всех прям ну вот у нас до green batman отцвел тоже был бабочкой он у него защипчики видны надеюсь красавчик был вон они на красавчик был но один цветок буквально один детки бронз-мейден тоже сидят парфюмерки темно-фиолетовый вот такой красавчик у него там я видел цветонос наклевывается прям таки да сейчас дайте-ка я вам тоже покажу где-то ну давайте достанем а вот он вот видите сейчас скоро зацветем салют фрагранс вот он не он очень похож по цветению на на реликс суга реликс но у него аромат другой как я понял ниже ниже у меня урожай томатов тут поспевает хоть и паутины клещ сожрал почти все но какой-никакой урожай в этом сезоне все-таки будет это прошу вашей помощи подсказать кто это потому что это какая-то ароматная мультифлора кто это не знаю недавно себе в коллекцию буквально купил просто потому что аромат купил в обе случайно чисто честно признаться просто понравилось взял и не прогадал в магазине не пахло думаю что то в ней есть что то нерма потом захожу утром к ней а она так пахнет сильно я прям был удивлен так здесь у нас кое-кто на реанимации с моими учениками мы как раз ее реанимировали проводили реанимацию с ними потому что да у нас там была гниль шейны там вон ну а не буду показывать так смотреть кто у нас сейчас зацветет скоро вот цветонос такой выпустил у него был еще один но он его учет затормозил но ничего хоть один процветет уже хорошо тут котлей 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 энцикли вот там энцикли блэк комета 2 здесь у нас без которой посмотрите какую я камбрию себе купил смотрите ну чудеса поставить пока некуда вот думаю куда бы ее поставить все высоко не хочу хочу видеть все-таки цветок но пока так здесь у нас целлогины дендробиумы и немножко фаленопсисов также психопсиса сидят вон психопсиса марипоза пилорики и обычные марипоза ну вот здесь вот у нас фаленопсис красивый сидит новый цветонос выпускает потом apple mountain фиолетовая гора не пересаженные даже еще вот парфюмерной фабрики тоже на продажу новый стоит так там у нас дендробиум пендулу так там дендробиум примулину вот его как раз папа там была деточка отсажена вот он примулину вот так тут у нас еще про кого не сказал ринхостилис и не обращать внимание что так темно потому что я просто свет выключил фиолетовый чтобы так сильно не отсвечивала вот тут у нас еще закрытая система там у меня дэн в оба бульбофилумы сидят вон они прорастаются и ну вот видите новый рост все у нас тут хорошо просто эксперимент с бульбофилумы посмотрим как они там вырастут камбри камбри здесь здесь также дендробиум уникум вот она нам дендробиум уникум бульбофилумы такие красавчики новый рост он растит вовсю вот он только процел вот у него остатки цветоноса там дендробиум бариода сидит вон с детками здесь макселярия на зиму отправиться на холодный подоконник вон тоже макселярия а кстати говоря тут какая-то мультифлора еще даже цветет посмотреть таким вот ярко-желтым цветочком искал всем ароматным но аромат у нее максимум неприятный честно признаться мне он вообще не нравится кого-то не за деготь на аромат какой-то деготь правда целлогины целлогины тут сидят дендробиумы ну вот как то так вот как то так здесь все показали быстренько до из которой здесь у нас сидят все реанимации то есть это либо бывшая реанимация либо сейчас который право уходит реанимацию плюс открытая система то что они раньше некоторые сильно верху и я просто не мог контролировать их полив кто был сзади я мог их не доливать и мы имели некоторые проблемы но здесь вот мы сейчас до фиолетовый свет поэтому не очень удачно не очень хорошо видно них не очень хорошо видно сами орхидей кино ну да ладно вот здесь подвязал вот таким вот образом детку детка вот она с цветоносом там у нас пакетика с махом и вот так вот она корни там пускают корни там уже есть вот так дальше у нас тут фиалки во всю цветут среди моих огурцов которые также были все в паутином клещи так вот огурцы цветут здесь у нас цветут фиалки такие красотки вот красавица вот вот монстр вообще вот это вот красотка тоже вся в цвету там вон вообще сейчас быстренько вам как-нибудь так подлезем посмотреть вот красиво вот сзади там уже отсветаемся так здесь у нас моя композиция орхидей это было одно из моих самых первых видео которые одни одно из которые я не выложил я снял видео как я делал вот такую посадку здесь мы можем видеть керамзит и вот такая как бы много-много-много орхидеи в одной тут три штуки и вот как реанимация произошла здесь потому что это болели анимашки вот посмотреть уже некоторые даже зацветают все круто произошло вот корни там крутить наверное не буду ну вон корней полны полно все у нас тут хорошо дальше так здесь я развязываю забрался на подоконнике хотел показать вот это чудо посмотрите сейчас она мне уже скоро расцветет жду неимоверно вот ванда моя конечно чудо чудно вот посмотрите видите новые корни растут раскуклились вон и внутри горшка тоже новые корни поэтому но закрытая система решать вам но у меня пока вы по крайней мере получилось более менее пока я еще потом нахожу к ней подход поэтому полностью не говорю что так можно здесь это был господи хлорофитум оранжевый вот этот прям плохо было вот старой хозяйки она продавала прям с горшком и я что-то вот обычно обычно я всегда растение пересаживать стараюсь здесь чуть горшок хороший был и я думал не буду пересаживать потом началась вот такая вся штука я думал бактериальная инфекция начал его лечить а лечил лечил не не мог вылечить вот началось что у нас ведь ну ужас короче вот оказалось там не было дренажа вообще и он стоял постоянно в луже верхний субстрат высыхал в ноль а внизу была постоянная лужа поэтому мы имеем вот такую историю быстро пересадил все передел поэтому пока что у нас здесь вот такая вот история вот так здесь мои томаты он тоже урожайчик у нас при этом спеет здесь огурчики выращиваем таким вот образом игорь не горизонт а монако орхидей фельдом с монако купил ее с трипсом трипс вылечен ну видите да она продолжает цвести хотя я обычно цветонос обрезаю когда трипс но здесь все удалось очень быстро купировать дальше этот стеллаж второй стеллаж наш здесь все орхидеи на продажу некоторые уже отцветают некоторые только зацветают тут много кто а единственное что вот эта орхидея моя вы ее помните я покупал в обе себе непосредственно не на продажу такая красотка пираты маечка вот пожалуйста на продажу даже вот пилор маленький пилор такой был он уже отцветает к сожалению ну да ладно ничего страшного так дальше ну давайте ниже за капиталу мы некоторые фаленопсисы парфюмерная фабрика вот в таком бокале у меня стоит смотреть красивым здесь вот жалко я не записал на видео давайте вам вставочку еще вставлю я записываю отдельно когда она цвела жалко вот отцвела нагры температура высокая поэтому у нас отцветает все мгновенно к сожалению большому здесь у меня если вы помните из ярославля данный пилор до сих пор цветет с 1 мая вот из-за жары видите как прям вот плохо из-за жары у нам плохо вот он пилор красавчик тюльпанчику здесь у нас без которые снова разрацвела причем заметил это только вот сегодня смотрите аромат с ног сшибательный вот таким вот цветочком как бы его показать бы так вот она но камера ее высветляет она более бордовая вот этот цветок я его всегда высоко ставлю когда он цветет вот сейчас надо будет его тоже поставить немножечко повыше чтобы его непосредственно было видно и вот ее же второй цветонос он не бойтесь песка таре это одни из самых простых они проще чем фаленопсисы выходят никогда не просушивать полностью поливать чтобы было влажно и она будет наращивать вот такие корни вот смотрите просто числа и сзади там еще одна песка таре это как раз вот это камбри который я спас купил вот смотрите какая бульба вот смотрите какая бульба огромный вон новый рост огромный растет поэтому уже скоро зацветем опять снова рост вот такие здесь пироги здесь мало то сейчас цветет дендробиумы санук парфюмерки нагрев вот это вот редкость моя ну так по чуть-чуть чуть-чуть всякого всякого вот тоже бабочка кимоно ну вот он уже отцветает тоже видите на здесь ниже у нас мои ясельки вот эти тут мог и керамзит и вот у меня дендробиумы в ней растет он корни какие-то дендробиумы располагаются здесь у нас детка была вон корень на рус отлично там вон у нас дендробиум там детка здесь детка много чего дендробиум старческий вот он у нас висит можете его увидеть вот два новых роста здесь у нас шалашиста тоже ведь сколько корней выпустила новых шикарно здесь у меня черенки хои тоже на продажу хоя очень красиво видите да череночки мои собственные и вот как они нарослись круто про замечательно меня очень радует тут фиалка еще какая-то была гибридная он тоже она дала детку из листочка вон листочка видите мертвый вон коричневики который вот здесь у нас всякие вся части ну вот еще мы сдавали у меня нашел где за где получить нормальное качество и вот наконец-то у меня тоже они есть и в продаже кстати говоря тоже есть здесь у меня стол у меня здесь валяется зараза что это навалялась тут странно упала может быть сорт какой сахара мой новый сорт и друзья видите листик повредилась надо восстанавливать я слишком влажно там был нам хе просто валялась зараза у целогина вот этой ну да ладно ничего восстановил всего лишь один лист поэтому ничего страшно здесь мои талумни и скоро зацветают вот видите уже цветоносик вон сейчас за цветем скоро как за как зацветет шорт и запишу чудо чудная орхидейка микки орхидс куколата сип но на корне нарастила огромный брус я только на только на рептилиуме вот была куплена редкая штучка красивая очень вот котле и вы посмотрите какие корню что же тоже купил на рептилиуме вы на рептилиуме говорю на орхидеуме он корни как мы нарастили он шикарный шикарный корнище здесь это какая-то орхидейка была очень мне понравилась ваша не просто в обычном ашане помните я показывал ее взял себе вон смотрите на цветонос доращивает вот конечно на досветка температура еще бы и не доращиваться он она доращивает опыт цветоноса вот видите пробудила здесь такая вот красотка даже не пересажена еще только обработаны только обработаны уж как только растение ко мне попадают а изоляция обработка и только тогда вы встаете обратно уже в общую коллекцию а так нет внизу цимбидиумы целогины некоторые камбрии стоят котлеи огромные а вон котлейка у меня детка вон ведь как она нарастила новый рост он сарить там корней видимо невидимо сейчас тут песка тарея просто такая монстра огромная как бы так он бы но он сейчас покажу он ведь у нее корней там огромное множество просто огромное множество здесь у нас еще котлея вон мама ее огромное тоже он роста наращивает корни там цимбидиумы все стоят штуки три потому их по моему не помню он три из которой тоже самое тут стоят у нас ну и в принципе так то все из интересного макселярии огромные вот там на продажу стоят что у меня таких уже есть две штуки и вот лишние я продаю вон они там вон дает что такое дать покажут не показывается ну он они боль бы монстры просто надеюсь видно не подлезть меня здесь одни провода к сожалению кстати говоря здесь не пентас тоже вот есть своими ловушками здесь это фаленопсис тоже покупался бабочка чисто случайно магазине и вот он остался пускай стоит пока так даже ничего с ним делать не хочу пока что момент пересадки уже все пересажены были вот а я вот это показал тоже отцветает красавица на игру сейчас очень жарко все отцветает очень быстро даже новая поставка вот орхидей температуру 28 градусов постоянно и все очень быстро вот отцветает поэтому те кто учет хотели бы купить постарапливайтесь так а ну давайте я вам вот этот вот стеллажик свой небольшой покажу вот тут тоже видите я фикуса генсенги высадил вот так и фикус обычный наташа фикус бенджамина наташа сорт и кстати говоря вот у меня здесь еще монстера есть это было абсолютно обычно монстера как вы можете видеть и знаете что с ней стало вот этот вот обычная вот зеленый лист обычный посмотрите-ка видите самая обычная монстера была она тебе найти и дала нам вот такую варегатность посмотрите вот такая вот красотка у меня редко теперь появилась вот ну тут один вот вот он ростик причем все начиналось вот такой вот крапинки маленькой-маленькой я думаю ну ладно ну что уж теперь пускай а потом как она мне выдает новый лист а он как давай выглядеть вот таким вот образом а потом то вот так вот вообще посмотреть поэтому обычная обычная монстера превратилась у меня в который стоит десятки тысяч рублей вот такая вот история ну в принципе обзор по стеллажам на этом я думаю что будет закончен единственное что вот на этой части у меня здесь папоротник папоротники аглоанемы есть немножечко моих растений которые я ищу подход пока я ищу подход просто алаказии у меня некоторые чувствуют себя просто шедеврально наращиваются огромными кустами а некоторые прям вот доходяги ну вот сами видите да один лист и все к сожалению к сожалению ну ищу подход как говорится плате цериума висотка дефоркатум и вот здесь вот в подвесные кашпо тоже их размещающих потихонечку чтобы они наращивали крупные красивые куртины что мой плате цериум бифоркатум вон посмотрите сейчас дайте-ка я фигус отодвину он посмотрите какой он вымахал о монстр просто вот но не красавец ли я просто какие вай ну слов нет честно дорогие друзья вот нот я обожаю растения правда и вот благодаря растениям они мне помогают сохраняться хоть в каком-то адекватном состоянии вот потому что последнее время это мое состояние меня убивает вот вот это вот печальная моя ванда кстати говоря про нее тоже не сказал ничего ну вот видите да ну что-то как-то мы прям прямо как-то сухо я добавил мог в посадку еще вот там он теперь у нее и мог не растут новые корни но я боюсь что до осени до зимы просто физически не успеет просто физически не успеет нарастить корни в нужном объеме кстати да замиокулькасы черный равен вот у меня мои детки отсажены смотрите смотрите насыщенный какой цвет если что тоже продается по адекватным цене там не по 5 тысяч рублей как у некоторых у меня по адекватке на авито или же в можно зайти в телеграм-канал моя онлайн эранжерей заходить смотрите ну короче дорогие друзья у нас вот как-то так весь обзор вышел давайте на кого-нибудь ну вот микки ну все-таки микки пилорик это вообще пинки личи какой же он красавчик да и ну нету тут страшной орхиды но нету правда тут на кого не посмотри ну вот вроде бы обычная мультифлора да ну блин ну какая же она чудесно или вот обычная талумния да вроде бы что в ней такого вот что а вы посмотрите тоже говорю еще раз талумния на продаже такие вот даже с цветоносами вот сейчас еще раскрываемся он сейчас цветем поэтому все круто другие друзья вот еще посмотрите мой психопсис морепоза сразу на три бутона я только на него ругался что ну вот никогда на три бутона мне цвел всегда 2121 и вот тебе найти только отсылать вот только только что отсыл и вот вам пожалуйста три бутона новых они вот такие расписные тропические никогда не сушите психопсис это не фаленопсис его сушить нельзя он у меня всегда стоит прям в воде прямо вон смотрите у него такая вот блюзичка и внутри него всегда вода всегда и корни вон какие у него шикарные там он белые прорастают новые росты вон растут вот я опрыскивал его видите попала водичка немножко начал немножечко и вон коричневеть листву на новом росте но гниение там ничего нет поэтому сейчас аккуратнее просто полива ну вот такие вот друзья дела 28 градусов ужас все цветает дорогие друзья ну что спасибо большое за просмотр надеюсь вам понравилось вот такая вот моя маленькая коллекция моих орхидеи и других растений что желаю вам счастья желать здоровья и трезвости ума на этом всем хочу сказать пока пока как обычно и подписывайтесь на канал ставьте лайки и до новых встреч пока пока